Всероссийский форум «Россия. Страна возможностей». Мы быстро растем, и для нас главное не только обеспечить знания. А есть ли жизнь после университета? Это меня сильно мотивирует. Я, смотря на нее, захотела поступить и на магистратуру, и в аспирантуру. А думаю, у меня все получится. Мой лучший студотряд. Достояние России. Татарстанскому отделению Российского исторического общества исполнится ровно 10 лет с момента его создания. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете прошла научно-практическая конференция Всероссийского форума «Россия. Страна возможностей». Все подробности узнаете в сюжете. В Казанском федеральном университете на научно-практической конференции собрались участники всех проектов, входящих в открытую платформу «Россия. Страна возможностей», которая создана по инициативе президента России Владимира Путина для развития систем прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив. Эффект от этой программы мы с вами уже ощущаем, потому что более 400 тысяч татарстанцев приняли участие в 26 проектах, предлагаемых платформой. Мы с вами очень четко понимаем, что работа и участие в мероприятиях платформы позволяют действительно формировать пул людей, которые нацелены на развитие страны, на развитие экономики, на развитие людей. И в зале сегодня собрались те, кто хотят быть полезными. Это очень важно. Я думаю, что основной смысл платформы как раз состоит в этом. Быть полезным своей стране, своему государству, своему региону. Работа форума посвящена самореализации талантовой молодежи и профессионалов, развитию системы прозрачных социальных лифтов. Участники форума получают возможность презентации собственных успешных инициатив, повышения управленческих компетенций, а также расширения круга делового и личного общения. Значительная часть программы включает лекции и мастер-классы, посвященные таким темам, как управление, лидерство, внедрение современных технологий, предпринимательство, социальные инициативы и волонтерство, творчество, а также креативные индустрии. Мы быстро растем, и для нас главное не только обеспечить знания, но также обеспечить, чтобы за то время, когда человек учится, он лучше в себе разобрался, посмотрел, над чем нужно проработать, сформировал коллектив и реализовал свой проект. И был еще не только большим профессиалом, но и социально ответственным человеком, и вышел уже с реальным проектом, с реальным вкладом в нашу страну. Вот какая задача. С участниками проектов «Открытые платформы России. Страна. Возможности» встретились ведущие эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы. В ходе дискуссий, мастер-классов, лекций и творческих встреч они поделились опытом, который необходим для внедрения и продвижения инициатив. Отметим, что Казанский федеральный университет выступил организатором и предоставил условия для проведения данной научной конференции. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Каждый третий студент после окончания своего высшего учебного заведения задается вопросом, а что делать дальше? Этот и другие вопросы на встрече обсудили студенты КФУ вместе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Лейлой Фазлеевой. Подробнее смотрите далее. 1 ноября в рамках цикла встреч студентов Казанского университета с известными общественными деятелями Республики Татарстан состоялась встреча студентов Института филологии и межкультурной коммуникации с заместителем премьер-министра Республики Татарстан выпускницей Казанского университета Лейлой Фазлеевой. Встреча была посвящена волнующей студентам теме в траектории успеха выпускника КФУ, возможности и перспективы. Я бесконечно горжусь своим образованием и до сегодняшнего дня остаюсь большим поклонником всего того, что связано с русским языком и литературой, вообще в принципе с языком. И продолжаю работать, действительно преподавая и работая сегодня с разными категориями. Это и взрослые, и невзрослые, и студенты. На встрече Лейла Ренатовна рассказала о своем карьерном пути, поделилась историями о времени, когда она была студенткой Казанского университета. Мероприятие проходило в теплой и дружеской обстановке, что не могло не оставить свой отпечаток на впечатлениях студентов. Это меня сильно мотивирует. Я, смотря на нее, захотела поступить и на магистратуру, и в аспирантуру. А думаю, у меня все получится. На своем примере Лейла Фазлеева показала, как важно любить свое дело и гореть им. Ведь только так можно добиться успеха. Адалина Медрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. Казанский федеральный университет посетили представители российского исторического общества. К чему приурочен визит ученых и как прошла встреча? Расскажем далее. И хочу также назвать еще одну дату, которая нам предстоит. На следующий год, в 2023 году, Татарстанскому отделению российского исторического общества исполнится ровно 10 лет с момента его создания. 1 ноября в императорском зале Казанского федерального университета состоялась публичная лекция председателя правления российского исторического общества, исполнительного директора фонда «История Отечества» Константина Могилевского и члена президиума РИО, директора института археологии Российской академии наук Николая Макарова. Ученые выступили перед преподавателями и студентами КФУ, а также перед активом отделения российского исторического общества в республике Татарстан. Наши сограждане думали о том, как сделать родине лучше, думали по-разному. И что же, воевать теперь? Вот, мне кажется, один из главных уроков гражданской войны, когда мы о них думаем, он заключается в том, что нам нужно ответить самим себе на вопрос. Вот у нас есть враги внутри страны? Мы готовы своих соотечественников, каких-то, с той или иной точкой зрения, с теми или иными взглядами, назвать врагами. Также ученые приняли участие в церемонии открытия научно-исследовательских лабораторий Института международных отношений КФУ, КЛИО и Восточный разряд. После они поприветствовали участников первой всероссийской акции «Исторический диктант». В завершении вечера представители Российского исторического общества посетили музей истории Казанского университета, где ознакомились с историческими экспонатами и обменялись опытом с коллегами В Казанском федеральном университете завершился традиционный фестиваль «Закрытие целины-2022», на котором были подведены итоги работы студентов, а также награждены победители номинаций. Подробнее обо всем расскажет наша съемочная группа. В концертном зале культурно-спортивного комплекса Казанска Федерального университета УНИК состоялось ежегодное мероприятие «Закрытие целины-2022». Помимо награждений номинаций и подведения итогов, участники фестиваля показали свои лучшие творческие номера. Подготовка мероприятия у нас началась еще за месяц до мероприятия, когда мы с ребятами обсуждали сам ход нашего концерта, какие номера они будут показывать. И сегодня у нас был генпрогон, где ребята показали себя на все сто и, надеюсь, на самом концерте они также поделятся своими эмоциями с нашими гостями. Всего существует 12 разнонаправленных штабов студотрядов. В них принимают участие студенты вторых и третьих курсов всех институтов и факультетов Казанского университета. Главная задача, которую ставят перед собой студотряды, это временное трудоустройство студентов на летний период. Я являюсь комиссаром студенческого отряда проводников «Магеллан». И мы решили, что мы хотим выступить на фестивале «Закрытие» со стемом. Это юмористический номер. Мы долго и упорно готовились. Мы в предвкушении этого мероприятия. Я думаю, это будет ярко, бомбезно, просто круто. Надеемся на победу, конечно. Хотим, чтобы зал смеялся от наших шуток, ну и вообще оставить какую-то хорошую эмоцию людям после нас. Лучшим отрядом КФУ выбран студенческий отряд проводников «Магеллан», который получил знамя лучшего отряда штаба. Адалина Абдрахманова, Фарид Захетуглы, Универ Ньюс. Собрать робота, разработать собственный проект, попробовать себя в роли дизайнера – все это смогли испытать участники межрегионального конкурса по технологии. Мероприятие состоялось накануне в Доме научной коллаборации. Подробнее о проекте узнаете в следующем сюжете. В Доме научной коллаборации состоялся межрегиональный конкурс по технологии «Созидательный труд школьников». Участие в нем приняли около 120 обучающихся из Казани, набережных Челнов, Нижнекамска и других городов. Сейчас технология – очень важный предмет становится, все более и более важным. Поэтому подобного рода конкурсы позволяют выявить одаренных детей, позволяют учителю увидеть свои какие-то недоработки и продолжать работать дальше. Конкурсная программа для учеников шестых, седьмых и восьмых классов состояла из трех блоков – теоретического, практического и профориентационного. Первая часть проводилась в форме тестирования. В данном блоке школьникам было необходимо ответить на 30 вопросов. Что касается практической части, то на этом этапе участники конкурса собирали и испытывали роботов на кегель-ринге, разрабатывали модель куба, создавали 3D-модель тыквы и дизайн приглашения на выставку. Помимо этого школьники занимались и рукоделием, изготавливали чехлы для кружек и вышивали крестиком на салфетках. Конкурс для старшеклассников прошел в формате командных соревнований. Школьники разработали мини-проекты, актуальные в рамках грядущего года педагога и наставника. Тема нашего проекта – это финансовая грамотность, а именно обучение детей подоставящего поколения, как использовать свои деньги, карманные расходы. Но я считаю, что эти конкурсы, конечно же, важны, потому что они развивают в первую очередь логическое мышление и фантазию. То, что человек проявляет интерес к созданию какого-либо проекта, сам рассуждает, сам думает, рассуждает, а как его сделать. То, что в первую очередь получает образование для себя и, возможно, отдает его другим людям. Технология, как школьная дисциплина, за годы существования сильно изменилась. Сейчас это не просто тот предмет, который обучают бытовым навыкам. Это дисциплина, которая должна помочь школьникам существовать в условиях постоянной модернизации окружающего мира. Чтобы шагать в ногу со временем, педагоги и участников за время конкурса поделились друг с другом опытом и методическими наработками. Маргарита Михайлова, Оксана Чеканова, Денис Сипайлов. Универ Ньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»